Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». Я приветствую в нашей студии Ольгу Арнольдовну Иркегулову, профессионального детского журналиста и поэта, автора многочисленных книг для детей. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что вы откликнулись, что вы пришли не с пустыми руками сегодня. Ольга Арнольдовна, вы долгое время проработали в самой известной у нас в стране детской газете «Дружные ребята». И проработали там более... 30 лет, да? 33 года. 33, да. 33 года. 33 лет и 3 года. И по вашему признанию, это была не большая журналистика, а скорее немного педагогика, поскольку приходилось быть и педагогом, и массовиком-затейником, и писателем, и журналистом, и организатором. В общем, все, что угодно, чтобы вовлечь детей в этот процесс. И вот на ваш взгляд сегодня, спустя эти десятилетия, в чем все-таки вот эта изюминка и особенность детской журналистики? Совершенно верно. Детский журналист – это очень специфическая работа, специфичная профессия, потому что дети – народ особый, да, и подход особенный к ним нужен, потому что нужно быть очень осторожными в словах, да. Поэтому детский журналист должен быть психологом хорошим, чтобы не ранить словом. Дети же души незакаленные, ранимые. Поэтому нам приходится быть и психологами, и педагогами, и поэтами, и писателями, чтобы было детям интересно. Вообще, я считаю, что в ВУЗе, вот на факультете журналистики, какой-то должен быть предмет такой детско-журналистское мастерство, потому что газеты детские есть, а подготовки как бы журналистской нету. И нам же нужно как-то вот писать для детей, ну, как сказал классик, так же, как для взрослых, но только лучше. И поэтому мы стараемся, ну, чтобы не спуститься на какое-то сюсюканье, нужно вот держать такой баланс. На самом деле нужно быть таким многостаночником, журналистом в детской газете. Ну, тут еще, мне кажется, и терпения очень много нужно. Ну, казалось бы, детская газета, да что там? Ну, мы все прошли в советское время мурзилку, веселые ребята, дружные ребята, да, и казалось бы, все так весело и легко. На самом деле, вы правы, это же большая психология, это большой труд. Вот как не перегореть, как не устать, как набраться этого терпения, чтобы понять всех тех детей, которые вот являются читателями этих изданий? Да, да, это очень сложно. Вообще, вот я на своем опыте могу рассказать. Я первую заметку написала в пятом классе, учительница меня попросила написать о том, как мы собирали металлолом. Вот я написала, не ожидая ничего, и вдруг мне приходит из газеты «Дружные ребята» письмо, такой красивый конверт, большие красные буквы, «Дружные ребята». И внутри такое письмо, вот это я запомнила на всю жизнь, это был у меня первый такой урок детской журналистики. Очень уважительное письмо ко мне, к ребенку, вот которому там 10-12 лет, да, мне, писали как ко взрослому человеку, что ты такая молодец, ты вот написала хорошую заметку, возможно, мы ее опубликуем, но ты, пожалуйста, в следующий раз постарайся вот отметить то-то и то-то, вот это вот то-то запомнить. Ну, как-то вот мне как бы дали советы, но они такие были вот с большим уважением ко мне. Это, наверное, решило мою судьбу. Потом я пошла после школы учиться на факультет журналистики, а оттуда я уже пошла в газету свою. Я из Юнкоров, и многие наши корреспонденты вышли из Юнкоров, потому что юнкоровская сеть очень большая, всегда была, традиции очень крепкие. Ну, а вот как на сегодняшний день? Сегодня дети отличаются от тех детей 60-х, 70-х, 80-х и так далее в прошлого века, годов? Да, да, да. Конечно, отличаются, как и взрослые отличаются. Времена же меняются, меняются люди вместе со временем. Дети раньше другие были, они больше читали, может быть, да. Вот как более были наивные. Сейчас же дети, они же получают очень много информации, но совершенно не читают. У них вот гаджеты же, они смотрят, нахватывают. А никаких сказок не знают, как наши дети, стихов не знают. Ну, совершенно другое поколение. Но в чем-то оно лучше, в чем-то хуже. Не бывает так, что там было вот все хорошо, а здесь плохо. Вот я один пример вспомнила из своей практики. Девочка написала письмо из Джисказганской области, она написала письмо, что в школе меня травят. Все меня порицают. Устроили там какое-то ей судилище такое школьное, собрание пионерское. А дело было вот в чем. Она была, помните, было такое Тимуровское движение, когда дети помогали старикам каким-то там немощным, бегали там за лекарствами, помогали по хозяйству. И она пришла вместе с другими ребятами к бабушке какой-то. И поскольку девочка была очень прилежная из многодетной семьи, она привыкла дома работать и воспитывать младших братьев и сестер. И она настолько понравилась бабушке, что бабушка сказала, я тебе буду платить рубль, а ты всегда, пожалуйста, ко мне приходи. Но бабушка поняла, что вот кончится вот это Тимуровское... Энтузиазм Тимуровский. Энтузиазм, да, и она останется так же. Ну и девочка согласилась, взрослая бабушка предлагает. И все были довольны до той поры, пока в школе об этом не узнали. Ну и это был, конечно, большой скандал. Как это так, тимуровцы должны работать бесплатно, это же такое движение. И просто девочку затравили. Ну и я полетела разбираться, поговорила со всеми, с бабушкой, с девочкой, с директором, с учителем, с ребятами. И написала такой материал, как бы я не могла написать, что девочка молодец, и пусть бы так и дальше. Ну, написала как бы так половина на половину, да, что, а может быть, стоит об этом подумать, если это сама бабушка. Бабушка вообще плакала, приходила в школу, просила за девочку. Такое было. Ну и буквально, вот я хочу сказать, что буквально через пару лет начались другие времена. Пришел рынок, да, и дети стали за деньги мыть машины. Вот мой сын, например, он продавал газету в то время, такую самую популярную, на дороге. Потому что он сказал, я хочу иметь свои деньги, не хочу вас просить. И как бы это стало вот, наоборот, даже хорошо, да, и это стали вот, ну, как бы поддерживать взрослые. Видите, совершенно разные времена и разные дети. Ну, и там были свои плюсы, и здесь свои плюсы. Здесь вот как бы мы лишились какой-то вот детской такой организованности, да, пионерская организация пропала, и как-то дети стали сами по себе, что может быть плохо, да. Но они все равно общаются, они общаются в интернете как-то уже по-другому. Но вот на сегодняшний день какие-то печатные издания, ну, может быть, поскольку они все дружат с гаджетами, какие-то электронные издания, они могут, на ваш взгляд, объединить детей вот именно вот в какой-то такой комьюнити, которая будет для них полезна, да, с какими-то интересами, с каким-то развитием, может быть, с какими-то спорами. Вот сейчас мне что нравится, у молодежи, у подростков очень популярны подкасты. Вот они собираются, они проводят интервью, они общаются, они обсуждают. Да, да. Есть такое, вы знаете, ну, как всегда, все держится на энтузиазме, да. Ну, если есть такие взрослые, которые могут объединить, ну, как бы самих детей, ну, может быть, подростки уже, да. У подростков есть свои какие-то, ну, там, я не знаю, организации, не организации, свои какие-то такие вещи, что их объединяет. Но в школах должны быть какие-то взрослые энтузиасты, которые могут детям дать что-то хорошее. Наша газета тоже, хотя в ней, конечно, стало гораздо меньше подписчиков, но какие-то есть очень верные, очень верные бабушки и дедушки их там, которые читали газету когда-то и затягивают в нее сейчас нынешних детей. Конечно, могут быть, ну, потом есть какие-то такие, типа, пионерские организации, Расулан там в школе разные, которые тоже могут объединить детей. Но вот на ваш взгляд, какие ценности сегодня все-таки, я понимаю, что все изменилось, да, и нормы изменились, и какие-то понятия жизни изменились, интересы поменялись. Вот какие ценности, на ваш взгляд, все равно нужно прививать современным детям? Ну, ценности, они же формировались тысячелетиями, да, и те вечные ценности, которые вот мы должны своим детям давать, это, ну, воспитывать их порядочными людьми, да, честными, трудолюбивыми, патриотами своей страны, да, любящими свою родину, уважающими старших, близких своих, которые сострадательно относятся там, допустим, к младшим, к животным. Ну, эти ценности всегда были, всегда будут, такие мы, ну, как бы так на том стоим, вот, наши газеты всегда. Ну, вот как все-таки прививать? Потому что, вот, допустим, не скажу, что всем, но многим молодым людям, юношам, не скажу про детей, но мне кажется, и детям тоже. Для них вот авторитет, как для нас, безусловный авторитет старшего, он не существует. Да, не такой, нет, существует, но уже не такой. Если раньше мы так беспрекословно слушали учителя, то сейчас они могут учителю возразить. Ну, может, где-то это в разумных пределах, это нормально, да, потому что, ну, у нас была такая идеология, что, ну, ни вправо, ни влево, да, и сейчас, может быть, это нормально, но они должны понимать, это работа и семьи, и школы, и окружение всего, что... Ну, то есть это должна быть система, и никак иначе, вот, как вы сказали, родители, школа, окружение. Да, да, в целом. Ольга Арнольдовна, вы автор методики по изучению казахского языка, забавные уроки казахского языка. Вот расскажите об этом проекте поподробнее. Ну, как бы методикой назвать сложно, методика разрабатывается в министерствах образования, там, профессионалами. Это не методика, это просто, как бы, помощь в обучении, да, языку. Ну, с чего началось, в газете, опять же, в «Дружные ребят», поскольку мы про нее сейчас вот говорим, в «Дружных ребятах», у нас, ну, положена была такая рубрика «Казахский язык». В «Казахской газете» русский язык давали, в «Русской газете» в нашей мы давали уроки казахского языка. И они, как бы, ну, обратной связи не имели. У нас не было вот такой интерактивности, потому что учителям это не нужно было. Учителя по своим разработным методикам, которые они там годами преподают, они давали казахский язык. Зачем им еще в газете, да? Поэтому вот я так подумала, дай-ка я поэкспериментирую, и вот в мелких таких стишках, ну, поскольку я всегда пишу стихи, я дам такие русско-казахские слова в рифму, да? Вот это такой первый эксперимент был. Вышло, и вдруг отклики учителя стали писать, давайте еще, потому что мы там на неклассных там уроках это даем, и дети быстро запоминают словечки, да? Вот я вот, например, вот покажу. Вот такие вот маленькие книжечки. Выпустили мы их очень давно, их около 40 штук по разным темам. Вот такие книжечки-раскраски, они на трех языках. На русском, казахском и английское слово. Ну, как бы сейчас они в детских садах, в нулевых классах. Это вот издательство заботится о том, чтобы эти книги были распространены. Ну, вот могу, например, сказать, эта книжечка посвящена дому. Каждый камень мне знаком, где находится и дом. Ну, то есть это вот запоминается, да, так легко. Например, вот он мой домашний мир, крыша есть над ним, шатыр. Еще хочу сказать, что здесь замечательные рисунки, они сделаны братьями Костеевыми, вот, потомками вот нашего классика. Блоклана Костеева. Да, да. И это очень замечательные такие рисунки. Мне они очень нравятся и всем, и благодаря им книжечка стала, конечно. Как-то сегодня символично, и мы сегодня снимаем программу. Прямо в стенах нашего музея имени Блоклана Костеева. Ну, а сами дети, вот как? Ладно, учителя отреагировали, а вот дети... И дети сами, и дети, и родители, опять же, бабушки, дедушки, да. И я просто уже стала постоянно вести эту рубрику и постоянно придумывать разные темы, чтобы они были много очень лет, вела, да. Ну, вот интересно, дети сейчас так же запоминают стихи, как мы когда-то, потому что, вот, ну, сколько бы там ни прошло лет, десятилетие, стихотворение про Танечку «Наша Таня громко плачет». Да. «Уронили Мишку на пол», мы тоже все помним, да? Это вот все как-то непроизвольно оседало в голове, и ты помнишь эти стихотворения. И они очень простые, вот на этой простоте, вот их, наверное, гениальность. А вот сегодня, как вы говорите, стали меньше читать, меньше знаю стихов. Вот на ваш взгляд, выбор родителями стихотворений, выбор родителями книг, он важен для того, чтобы вот этой простотой привить вот это желание к чтению, у кого-то, может быть, глубокую любовь к поэзии? Ну, я считаю, что, конечно, важен, потому что вот эти детские стишки, как вы говорите, на первый взгляд, они такие простенькие, но они же несут образовательную ценность. Например, та же вот «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Ну, это же закон физики. Ребенок поймет, в речке мяч не утонет. Или там, допустим, зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Ну, вот какая нерадивая хозяйка бросила какое-то вот такое существо, и из-за него промокнут. Ну, то есть это тоже психологическое воспитание, да. Ну, другое дело, что я очень-очень сожалею, что сейчас так мало детских поэтов, что, ну, практически в магазинах нету детских книг современных для современных детей, а вот эти вот все классики – Чуковский, Маршак, там, Агния Барто – они же как-то, ну, они 50-х годов, да, и уже многие какие-то вот такие понятия настолько устарели, например, тот же Майдадыр, да, вот, ну, это какой-то шкафчик, да, который сам по себе стоит, сам по себе ходит. Ну, дети не знают, даже в моем детстве уже такого не было. Были раковины, да, которые из системы не выдернешь, и они не пойдут ногами. Или там, ну, что, например, один мальчик меня спросил, когда в школе мы там устраивали какой-то вечер, и там Татоша, Кокоша кушали галоши там какие-то, и он говорит, а что такое галоши? Городской ребенок он на самом деле не знает. Он южный ребенок, валенки с галошами не носят. Ну, какие-то вот такие вещи, ну, все равно уже дети другие, и стихи должны быть современнее, ну, как-то больше с юмором. Прям больше, ну, чего-то такого нашего вот нынешнего. Ну, а вот почему, почему не пишут для детей стихотворения? Я не знаю. Это сложно или это как-то эмоционально затратно? Ну, я не знаю, как-то, ну, видимо, люди, которые вот в поэзии живут, они как-то живут во взрослой все-таки поэзии, потому что они взрослые люди. Не знаю, может быть, у меня, благодаря моему такому многолетнему опыту, поскольку вот я, например, взрослых стихов я не пишу, они мне не даются. А детская, потому что это вот как заметки, наверное, это профессия моя такая. Я вот тоже очень сожалею, я выискиваю прям по крупицам детских поэтов, и вот я с ними общаюсь. В основном это российские факты, вот наших я совсем мало знаю. Недавно одна из региональных школ провела онлайн-конкурс и декламирование ваших стихов. Вот какие у вас впечатления остались от этого мероприятия, и были ли какие-то наблюдения, которые вас натолкнули еще на какие-то идеи? Знаете, большое спасибо за то, что вы задали этот вопрос, потому что я хотела об этой теме особо рассказать. Это одна из школ, школа номер 7, города Аксу. Вот того города, откуда вот Иманбек наш, который получил премию к Грэмми родом, да. И вот в этом городе, я так поняла, живут такие творческие люди, и у них такие необыкновенные учителя и родители. Вот директор школы, Нурика Малкабиевна, школа номер 6, города Аксу, она, ей попалась моя книжка, и она мне написала письмо в чате, и написала, что вот она хотела бы провести конкурс по моим книгам, вот как я, согласна или нет. Ну, естественно, я была необычайно рада, я сказала, конечно. И она провела конкурс, и что меня поразило, что дети, вот, ну, настолько они творчески подошли к этому делу, да не только они, но и их родители. Они разыгрывали целые спектакли, вот, с переодеваниями, там бабушки, дедушки, папы, мамы, все участвовали. Вот они, один маленький стишок они превращали, вот, в целый кинофильм, в какой-то вот такой ролик. Это было просто необыкновенно для меня, вот, впервые в жизни было такое. То есть, вот, в школе у них такие традиции, вот, к себе, как бы, подбирать и взрослых, и, там, братьев, сестер, вот, этого одного ученика, и все вместе, вот, вместе, такой процесс воспитания общий. Это очень-очень ценно. И у них не только, вот, конкурс по моим стихам у них, все другие, там, какие-то спортивные, они обязательно все вместе с семьей, школой, и это очень воспитательно, очень здорово. Ну, а вы как-то, вот, когда вы слушали в этих мини-спектаклях свои строчки, вы по-другому на них взглянули? Ну, да, конечно, по-другому. Конечно, по-другому. Я даже потом многое переделала, потому что другие какие-то акценты, дети мне очень помогли в этом, помогли исправить что-то. Ну, вот сейчас очень модно заниматься ранним развитием детей. То есть, там, два с половиной года, в три года уже начинают современные родители учить детей счету, алфавиту. Кто-то идет дальше, да, там, изучают географию и так далее, и так далее. Вот, как вы думаете, это правильно? Это для ребенка не тяжело, заставлять не надо ни в коем случае. Если это ребенок сам хочет, ну, то тогда, конечно, надо это, а почему нет? Пожалуйста, если это ему не трудно, это его не напрягает, конечно, можно. А вы своих детей как воспитывали? Ну, вот, младший сын у меня, да, он такой ранний, он, ну, видимо, потому что он не ходил в детский сад, он сидел с бабушкой, с моей свекровью, и ему, как бы так, нечем было заняться, и он читал все подряд, все, что дома было, он читал, быстро научился читать, и пошел, когда в школу он пошел, во второй класс, потому что мы с ним пошли в центр Дарын, его отправили во второй класс, из второго он прошел в четвертый, но, как бы, знания были, но все равно ребенок маленький, там же, тем более мальчик, взрослые мальчики уже, мы как-то дальше не стали так толкать. Ну, сейчас он айтишник, занимается, да, любимым своим делом, ну, и читает очень много, да. На вот эту вот любовь к чтению, получается, что он сам к ней вот пришел, то есть он сам пришел к книге, вот вы говорите, нечем было заниматься, то есть он сначала же должен был выучить алфавит, складывать из букв слоги, из слогов уже слова, и так далее, и так далее, и предложения. Ну, наверное, не сам, потому что вот я сама из семьи педагогов, мой муж тоже из семьи педагогов, у него отец профессор, всю жизнь он работал в КАСПИ, и математик, да, и мама его тоже, а мои родители работали всю жизнь в педучилище. И, ну, естественно, в такой семье, вот эта книга, это такой настольный предмет, сказки там, на ночь стихи, все. Старший сын у меня, например, он почему-то в детстве полюбил басни Крылова, хотя там такой сложный текст, ну, ему они нравились, и он их учил наизусть, и рассказывал всегда Деду Морозу, там, кому-нибудь, и даже вот какие-то у него словечки появлялись, что-то ему не понравится, он говорит, тьфу, пропасть. Ну, да, мы его как-то немножко ругали, что такие слова нехорошие, но вот он сам учился, да. А младшему нравились всякие науки. Вот мы ему покупали энциклопедии, да. Ну, я считаю, что, конечно, семья должна заниматься образованием детским, но так не насильно. Ну, то есть потом в итоге выработали какую-то свою методику воспитания, или все-таки это вот смотрели, то, что нравится? Ну, она как бы нечеткая такая, но та щадящая. Ну, вот если мы говорим о маленьких детях, то можно сказать, что вы уже бабушка. Интересно, ваша внучка, она любит ваши стихи? И какие ей больше нравятся? Нет, внучка знает, конечно. Ну, как бы сын мой ей показывает книжки, заставляет ее учить, она знает стихи, но внучка, она современный ребенок, она блогер, вот у ней там 40 с чем-то подписчиков. Она гордится, она говорит, я говорю, у тебя там подписчики не уменьшились? Если ты что-то вот не всегда как-то что-то ведешь, как мне кажется, кривляешься там. Она говорит, нет, убольшилась. То есть вот ей, да, важно, чтобы убольшилась подписчиков, и вот какие-то вот такие вещи. Ну, это тоже веяние времени. Она вообще с интересом смотрит, вот на, когда сын ваш показывает ей ваше стихотворение, то есть у нее даже вот в ее блогерстве. А моя бабушка пишет стихи. Да, да. Моя бабушка пишет книги. Да, у нее на ютубе есть... Она же может продвигать. Да, да, да. У нее на ютубе есть все мои мультики, то есть по моим стихам есть несколько мультиков, 12 штук, она их все выложила. И вот как бы мультики, да, она показывает, она говорит, гордится, наверное, да. Ну, вот лежат еще очень яркие три книги, «Когда смеются звери, красота победемоцкий, как слоны пекут блины». Это что за книги? О чем они, вот на какой они возраст рассчитаны? Они рассчитаны на такой средний возраст, средний, старший детсадовский и младший средний школьный. Ну, как бы такой средний детский возраст, да. Ну, какие-то стихи там есть подростковые, какие-то с юмором. У меня есть целая серия на фразеологизмы. Ну, то есть мы же много говорим каких-то вот фразеологизмов, идиом, которые, ну, сложно понять детям, которые, ну, не очень, так сказать, начитанные. И вот я объясняю с юмором вот эти вот всякие слова. Ну, а вообще вот эти книги, если брать коммерческую составляющую, они хорошо продаются? То есть покупают их? Нет, детские не покупают. Это опять то же самое. Вот любой родитель придет в магазин, и он, конечно, возьмет не Ольгу Юрки Гулову, потому что, ну, как бы он возьмет Корнея Чуковского, потому что, ну, это же понятно, что ничего там такого не будет плохого. Это уже проверенное временем. Я сам читал эти книги, мой отец читал, моя бабушка там или мой дед. Естественно, человек возьмет Агнию Барто или Корнея Чуковского. А такого вот у нас нету, продвижения, реклама. Ну, и вообще сейчас никто же не читает особенно. Такое время, опять же говорю, такое время. Поток информации огромнейший. А в электронном виде этих книг нет? Ну, будут, конечно, и в электронном виде. Ну, как бы для меня не главное такое вот распространение. Ну, какие-то есть читатели, какие-то мне там говорят, вот, прочитали, спасибо, вот, выучили. Или вдруг я случайно в интернете выловлю, как мой стишок там читает взрослый дяденька или какая-нибудь девочка. Это так удивительно, из какой-нибудь другой страны совершенно. Что ж, это уже как бы плюс для меня. Ну, что сделаешь, да. Сейчас все по-другому. Ну, все по-другому. Ну, как вы сказали, вечные ценности остаются вечными ценностями. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, давайте все-таки читать детям книги. Давайте знакомить их со стихотворениями. Ведь они развивают воображение, учат доброте и прививают любовь к прекрасному. Ну, а с нами сегодня была Ольга Арнольдовна Иркигулова, профессиональный детский журналист и поэт. Это программа «Вечные ценности». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok